Следует перевязать наши раны, обняться и понять, мы, единая нация и единый народ, Юлия Тимошенко, Украина Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко, Украина 12 февраля 2019 года Кандидат в президенты Украины, председатель партии Вабатьковщина, Родина, примечания редакторов Юлия Тимошенко поблагодарила украинцев Галичины за их усилия в сохранении мира, независимости, суверенности и целостности Украины Помолилась за всех украинских воинов и пленных, и призвала всех украинцев объединиться для сохранения страны и общего прогресса в развитии страны Галитская земля всегда стояла на сильнейших позициях в вопросах защиты Украины, и была в авангарде борьбы, изменений Побед за право быть независимым, сильным, суверенным государством И, продолжая борьбу за целостность нашей территории на восточных коронах Украины, сопротивляясь стране-агрессору Галичина одной из первых отдала своих сыновей и дочерей на фронт, на котором продолжается битва за независимую, суверенную и целостную Украину Сказала Юлия Тимошенко во время встречи с общиной города Самбор Кандидат в президенты Украины поблагодарила все семьи Украины, которые отдали на фронт своих самых дорогих людей, и призвала минуты молчания вспомнить тех, кто положил свою жизнь на фронте против страны-агрессора, Российской Федерации Слава тем героям, которые полегли, защищая Украину Светлая память им Теперь они как ангелы, уже в лучшем мире, продолжают защищать Украину, заявила она Председатель партии Вабатьковщина также призвала поддержать тех, кто сейчас находится в окопах под обстрелами, защищая Украину, а также тех, кто сейчас находится в плену Давайте помолимся за то, чтобы они вернулись живыми, здоровыми, чтобы нашими совместными усилиями на Украину вернулся мир, чтобы снова вы соединились с семьей и мы получили право жить мирно и покойно, призвала она Юлия Тимошенко в очередной раз подчеркнула, что новый президент, который придет к власти после выборов в 2019 году, обязан инициировать дипломатические переговоры на высшем уровне в рамках выполнения гарантии Будапештского меморандума По ее убеждению, это позволит вернуть мир, оккупированный Аркрым и Донбасс, восстановить целостность Украины Нам нужно немедленно после президентских выборов прекратить игры в переговоры с террористами, не позволять заводить нас в тупик, создавая Приднестровье на Донбассе Нам следует немедленно начать переговоры в Будапештском формате, чтобы вернуть мир, Крым и Донбасс, сказала она Юлия Тимошенко также сказала, что важной задачей является не только территориальное возвращение Донбасса и Крыма, но важно вернуть людей Если мы хотим возвращения Донбасса и Крыма, нам нужно этих украинцев обнять, почувствовать как часть нашей общей семьи и нации Они, украинцы И единство украинского народа сегодня нужно как никогда, призвала она Нас разделяли десятилетиями, но нам нужно перевязать наши раны, залечить их, обнять друг друга и понять, мы – единая нация, мы – единый народ, и нам следует вместе бороться за свою жизнь, мир, независимость, целостность и подлинный суверенитет Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Крыма Крыма Крыма